Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На женском голосовании проект покинула Катя Бо. Это та самая девушка, которая в костюме Евы пришла к Андрею Черкасову, а после переметнулась Квенцу Венгржановскому. Также проект покинула и Яна Африкантова. Официальная версия, девочке тяжело жить под камерами, хотя в общении с поклонниками она писала, что камер даже не замечает. Также она не выдержала злых комментариев о себе в соцсетях. Кстати, Яна удалила со своей странички в соцсети все фотографии, которые были сделаны на Доме-2, а затем и вовсе удалила свой аккаунт. Подписчики же выдвигают свои версии, почему Яна не осталась и дальше погостить на проекте. Либо организаторы подстраховались после того, как вскрылся факт, что Яна вовсе не дочь, а внучка Татьяны Владимировны. А значит, она не может находиться на шоу без своих родителей. Другие считают, что она ушла из-за мальчика. Он заканчивает 11 класс и, конечно же, ревнует свою подружку. Ходят слухи, что на проект скоро вернутся Богдан Ленчук и Ваня Барзиков. Комментарии зрителей к этим слухам самые разнообразные. Только неудачники, не добившиеся ничего в жизни, могут снова и снова возвращаться на проект. Хорошие парни. Каждый из них на проекте сможет построить серьезные отношения, лишь бы девушки соответствующие подвернулись. Андрей Чуев опубликовал в своем блоге прощальное письмо для Марины. Он решил поставить точку в их романе. Но вот и все, окончательно закончились наши отношения с Мариной. Это не проверки, не приколы, не очередные уроки. Все, что я мог дать Марине, я дал. Мы мирно расстались, претензий друг к другу у нас нет, мы разные, причина только в этом. Я вновь одинокий. Телочки, оживляемся. Кто хочет рискнуть и быть моей девушкой? В связи с тем, что в этом году конкурс «Человек года» превращается в конкурс песенных талантов, Надя Ермакова срочно разыскивает новых педагогов. Она написала, срочно ищем педагогов по вокалу. Задача – научить ребят в нестандартных ситуациях, актерски и вокально прожить песню от начала и до конца. У Семена Фроловой и Русланы Мишиной вновь налаживается отношение. Семен рассказывает, сегодня утром были на массаже, вечером идем с Русланой на рыбалку. Все круто, как в песне. На рыбалку схожу, на печи полежу, богиня рядом и ничего мне больше не надо. Как вы помните, на проект к Винцеславу приглашали психолога. Психолог вселил в него уверенность и теперь он открыто говорит о своих фантазиях. «Мечтаю об интиме с двумя близняшками», – сказал Винцеслав в видеоблоге. «Да, это моя фантазия, которая за 34 года еще не осуществилась». Так что Винцеслав ждет близняшек для построения отношений ростом от 160 до 185, худых и фотогеничных. Татьяне Владимировне в комнате повесили балдахин. «Мне сделали балдахин вокруг кровати, пишет она, и я сижу за ним, как за каменной стеной». Организаторы, видимо, планируют снимать про пару Татьяны и Александра интересные сюжеты. Тема ревности в их паре уже была затронута. В эфире Татьяна Владимировна приревновала своего супруга к Саше Харитоновой, а также отметила, что ее муж стрелял глазами по сторонам, рассматривая молодых участниц. Бывший участник проекта Илья Ябаров расстался со своей девушкой Викторией, совместные фотографии с которой он постоянно выкладывал в соцсети. Вика узнала, что она у Ябарова не одна. Илья параллельно встречается с другой девушкой, с бывшей участницей проекта «Дома-2» Элиной Ковальской. Элина приходила со скандальной и лживой историей о ребенке от Глеба Жемчугова. Илья Ябаров обратился к Вике в своем блоге. «Я ничего не вижу тут плохого. Вас две девочки, а я один. Я тебя не бросаю, но и Элину я тоже бросить пока не могу. Она в трудной ситуации, и я ей помогаю». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!